Слава Богу, братья и сестры! Псалом Асафа, 77-й. Что слышали мы, и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от детей их, возвещая рода градущему, славу Господа и силу Его, и чудеса Его, которые Он сотворил. Он поставил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедовал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал градущий род дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божьих и хранить заповеди Его. Сегодня день благодарения, и мы договорились, чтобы свидетельствовать, свидетельствовать, чтобы слышали дети наши. Сегодня детей много, а нас мало. Кто свидетельствовать будет? Я брату Виталию говорю, наверное, дети будут свидетельствовать сегодня. Поэтому дети, они должны слышать то, что в нашей жизни Бог, Он живой, Он действующий. И Он делает сегодня чудеса. Сегодня Бог говорит к нам. Потому что в последнее время люди много выражаются. Бог сказал, Бог сказал. А когда спрашиваешь, ну, как ты получил это? Ну, мне пришла такая мысль, и я считаю, что это от Бога. Оно правильно, но оно должно соответствовать Писанию. Потому что есть, что человек говорит, не Бог сказал, а когда смотришь по Писанию, не мог такое Бог говорить. Поэтому нам нужно говорить, чтобы дети наши, и мы сами могли различать голос Божий и понимать, что это говорит Господь. И чтобы это не было, мы были тверды, что это говорит Бог. Потому что, когда мы не уверены, что это говорит Бог, мы не сможем выполнять волю Божью. Мы просто не сможем. Потому что мы будем сомневаться. А Бог ли это говорит? Бог ли это делает? Вы знаете, в некоторых моментах сейчас, когда рассказываешь людям о том, что Бог делал в нашей жизни, некоторые люди, они воспринимают это, ну, это случай, даже верующие. Вот просто верующие люди. И когда им говоришь, что это Бог сказал, они говорят, ну, это случай, это так случайно. Но бывает, что это не случай, это реально. И мы сами в некоторых моментах, мы принимали это за случай. Я люблю напоминать, что если бы Бог открыл духовные глаза наши, чтобы мы увидели, что взял Ангел нас и переставил. Потому что, когда мы за Филиппа читаем, мы удивляемся, что Ангел его переставил. А есть ситуации, где нас Бог переставлял. И мы просто не обратили внимания. Как я вам рассказывал, как я тоже думал, это уже аж в спокене. Я начал считать, потому что Бог сказал, я тебя сохранил. Когда ты был при смерти, четыре раза я тебя сохранил. Я выслал Ангела моего, и Он сохранил тебя. И я три раза нашел, а четвертый не нашел. Я вот думал, где же четвертый раз. И вы знаете, я вспомнил, что когда было мне 17 лет, я уже вам рассказывал это, и кран поднимал швеллера, я зацепил их, я этому крановщику сказал, что этот большой груз, ты столько не поднимешь. Он говорит, цепляй, пацан, что ты мне указываешь. Ну, я зацепил, и трактор Т-150 привез, и я голову, ну, пошел до трактора, кран вот так стоял, поднимал с прицепа, трактор вот так стоял, а я в окно до тракториста и разговариваю. И вдруг слышу, кто-то меня за воротник взял и как бросил, и я полетел. Но на мое место стрела сломалась, он поднимал, стрела сломалась, и она прямо на мое место упала. Я встал, смотрю, стрела лежит, все, прораб прибежал, бригадир прибежал, ну, они стояли там, этот водитель, крановщик, он выбежал, и все под стрелой что-то ищут. И я подошел, и бригадиру говорю, что там ищете? А он меня так оттолкнул, иди отсюда! И все такие перепуганные ищут. А потом он остановился, посмотрел на меня. Ну, конечно же, он в десантниках служил, и в его руках не удержалась, и он раз живой остался, он мне и ударил, и опять полетел. И получается, что я подумал, вы представьте, что я даже приехал домой, я не рассказал ни родителям, я не придал никакого значения, что это Бог меня спас, что он выслал ангела, он взял меня за воротник и откинул. Я просто подумал, что, ну, Володя, десантник, он, видать, увидел, он быстро прыгнул, и меня схватил и откинул. Потому что это физическое было. Это не было, знаете, просто, а физическое. Я почувствовал, что рука меня за воротник взяла и меня выкинула. И когда я уже у Спакения размышлял, я потом подумал, почему он меня искал под стрелой, если он меня откинул. Вы знаете, я столько лет думал, что это он меня откинул. И когда Бог сказал, что я тебя четыре раза сохранил, и я тогда начал думать, почему он меня искал, почему он меня ударил. Потом, да, они уже начали плакать, обнимать меня все. И я такой удивленный, думаю, что они все, особенно крановщик, представляете? Он плакал, он меня обнимал, и бьет, и обнимает. И я не мог понять, что с ним и делается. И они спрашивают, как? Как? Как ты мог? А прораб говорит, ну, молодой, отпрыгнул. И я даже не вник, даже не рассудил, и только в Спакении. Когда уже я был, когда Бог сказал, я начал анализировать все это, и я понял, что это была рука ангела. Этот ангел меня взял и откинул. А так бы была бы смерть. Поэтому Бог очень милостивый к нам. И мы воспринимаем многие ситуации в нашей жизни, мы даже не вспомним. Вы знаете, что случилось с нами, мы их даже приняли за случай. Вот так я быстро увернулся, я быстро руля покрутил. Машина моя так быстро стала. Да, у меня тоже была одна ситуация. Мы ехали брата моего сватать, и гололед был, и отец был, старший брат был, он еще был. И мы едем в машине. Я начал тормозить, и я понял, что гололед, что все. И я иду прямо, а там Т-образный перекресток, и там большая канава. И я говорю, все, ничего не работает, молитесь. Молитесь. Просто сказал, молитесь, потому что все. И отец, и все резко начали молиться. И когда я вышел на этот перекресток, то мы только, когда пришли так в себя, мы стояли уже в эту сторону, куда нам надо было ехать. Как мы развернулись, я до сих пор не могу это понять. Потому что это был гололед, это не было ни снега, ничего, дождь прошел, и мороз дал. Потому что бывают там бордюрки, и можно там стукнуться, и... А это было чистое. Но мы уже стояли в эту сторону. Молились все, особенно я. Знаете, я понимал, что я ответственный люди. И Бог это сделал. Бог повернул. И мы не замечаем, мы не замечаем, что это делает Бог. потому что, если бы, так как мне было сказано, что четыре раза ты был при смерти, я выслал ангела моего, и он сохранил тебя. Если бы мы его видели, тогда мы бы рассказывали бы, мы бы это ценили бы, но мы не видим. но Бог посылает ангелов, чтобы хранить нас. И дети, вы должны верить. Писание говорит о том, чтобы вы слышали, что Бог делает с нами, и Он делает с вами. И вы должны надеяться на Бога с самого детства. Вы должны полагаться на Господа, потому что Бог, Он наблюдает за всеми. Что вы никогда не подумали, что кто-то есть лучше, и Бог его слышит, а меня не слышит. Бог всех слышит. И Бог вникает в дела каждого, каждого человека. Для Бога все мы равны. Поэтому надейтесь на Господа. Пусть Бог всех благословит. Пожалуйста, старайтесь, чтобы нам не три часа говорить, потому что бывает тяжело начать, а потом тяжело закончить. Поэтому, пожалуйста, выходите, свидетельствуй, говорите, чтобы дети и мы сами утверждались в Боге. Пусть Бог благословит. Пожалуйста, проходите. Субтитры